Давайте поговорим про перевод Нового Мира. Перевод Нового Мира – это официальный перевод свидетелей Иеговы, который они сегодня используют во всей своей деятельности, который содержит все те моменты, которые они считают необходимыми в Библии. Несколько слов по поводу истории этого перевода. На протяжении очень долгого времени свидетелей Иеговы использовали обычные христианские переводы Библии. И получалось так, что им периодически приходилось объяснять, что в этом месте надо понимать текст не совсем так, как он написан, а здесь немножко искажен, а здесь христиане не так его поняли. И у них явно возникла необходимость в создании своего собственного перевода Библии. И в 1947 году они создали специальную комиссию для того, чтобы такой перевод создать. В эту комиссию вошли 5 или 6 человек, которые тогда были членами руководящего совета, то есть самые высшие руководители Свети Иеговы. Интересно, что список этих людей общество никогда официально не публиковало. Этот список всегда оставался тайным, секретным. Однако, благодаря тому, что из общества ушли достаточно известные высокопоставленные люди, мы знаем, кто в этом комитете находился. Мы знаем их пофамильно, знаем, чем они занимались, какое образование у них было. Вот удивительная вещь. Из тех 6 человек, которые занимались переводом Библии, ни один человек никогда в жизни не изучал еврейского языка вообще. То есть ни один человек никогда не занимался изучением библейского или вообще какого-то еврейского языка. Один из членов комиссии по имени Джордж Гангос, он происходил из греческой семьи и знал более-менее неплохо современный греческий язык. Но опять-таки никогда не изучал библейский греческий язык, в котором есть свои серьезные нюансы. Один из других членов комиссии, которого звали Фредейк Франц, будущий четвертый президент общества «Живой башни», он прослушал очень небольшой вводный курс греческого языка в университете Ценцинати. И вот эта вот компания людей, которые никогда не имели знаний, необходимых для того, чтобы заниматься библейским переводом, за несколько лет работы подготовила текст перевода Библии, который мы с вами сегодня знаем как «Перевод Нового Мира Священных Писаний». «Перевод Нового Мира Священных Писаний». В 1950 году на конгрессе в городе Нью-Йорк, в Бруклине, в Свете Легову получили первые напечатанные экземпляры Нового Завета в переводе Нового Мира, христианское и греческое писание. И на протяжении следующих десяти лет еще пятью томами вышел перевод Ветхого Завета, христианских и еврейских писаний. То есть первое самоиздание было шеститомным. Ну и наконец в 1963 году они издали перевод полностью в виде одной такой небольшой книжечки под зеленой обложкой. Значит, у первого издания «Перевода Нового Мира» была одна любопытная особенность. Дело в том, что в приложении к этому переводу они приводили цитаты из очень известных специалистов по греческому языку, в том числе Брюса Мецгера, в том числе Джулиуса Мэнти, в том числе других авторов учебников по библейскому и греческому языку и переводчиков. И в этих цитатах говорилось, что новый перевод, который Свете Легову издали, это замечательный перевод, который по-новому открывает нам глаза на многие вещи. И христиане сильно удивились, потому что на самом деле, когда читаешь этот перевод, видишь, что там очень много искажений по сравнению с тем переводом, который у нас есть. И потом те ученые, которые якобы написали вот эти цитаты, якобы высказывались в пользу перевода, они стали публиковать свой настоящий текст, откуда эти цитаты были взяты. И выяснилось, что ни один из них на самом деле не говорил о том, что перевод Нового мира это хороший перевод, они имели в виду нечто прямо противоположное. Просто их цитаты были настолько искусно вырезаны из контекста, что возникало ощущение, что на самом деле эти люди поддерживают перевод Нового мира. Они публиковали целую серию статей, писем официальных с требованием исправить положение. И с тех самых пор в переводе Нового мира больше никогда таких вот цитат из авторитетных источников больше не использовалось. То есть история получилась такая очень некрасивая. По состоянию на 2004 год перевод Нового мира был издан полностью на 35 и частично еще на 13 языках. То есть 35 языков, на которых есть и Ветхий и Новый Завет, и 13 языков, на которых есть только Новый Завет. С тех пор еще добавилось несколько языков. Например, на русском языке появился полный перевод, в котором есть и Ветхий и Новый Завет. Одна замечательная особенность всех вот этих национальных изданий заключается в том, что ни одно из них не делается с греческого и еврейского текста. Все национальные издания перевода Нового мира на любой язык, на русский, на венгерский, на французский, на шведский, они все делаются с одного и того же английского издания перевода Нового мира. Все национальные переводы сделаны с одного и того же готового английского текста. И интересно то, что у Свети Легова есть перевод Нового мира на новогреческий язык. И мне все время интересно узнать, он тоже сделан с английского оригинала. Они все-таки поправили изначальный греческий текст Нового Завета так, чтобы он звучал так, как они считают необходимым. Вот цитата, которая относится к этому моменту. Перевод с английского, а не с еврейского или греческого языка дает много преимуществ. Это не только сокращает время перевода, но и позволяет достичь большего единообразия выражений на всех языках. Почему? Потому что сделать точный перевод с одного современного языка на другой гораздо легче, чем переводить с древнего языка на различные современные языки. На самом деле это, конечно, правда. Переводить с английского языка гораздо проще, чем с греческого и еврейского. Однако решается гораздо более важная проблема. Если переводчики будут каждый раз заглядывать в греческий и еврейский текст, они поймут, что перевод Нового мира на самом деле является фальсификацией, фикцией во многих случаях. Когда переводчику предлагают переводить с английского языка, такого вопроса не возникает. Им предлагается уже готовое, уже заранее составленное, отшлифованное, выверенное, не содержащее никаких противоречий толкования Библии на английском языке. И поэтому свидетели иеговы просто берут вот это раз навсегда созданное творение рук человеческих и его дублируют на разных языках мира. Более того, сам процесс перевода очень интересно построен. Если вы думаете, что свидетели иеговы берут переводчика, сажают его за стол, дают ему английский текст и говорят переводи, вы сильно ошибаетесь. На самом деле собирается комитет по переводу, собирается такая вот группа переводчиков, зачастую людей, которые не имеют никакого опыта в этом отношении. Им выдается компьютерная программа и они в этой компьютерной программе забивают перевод каждого слова. Не текста, а именно слов, которые есть отдельных в этом тексте. И потом компьютерная программа сама расставляет эти слова по тексту и уже редактор потом берет и проходится по тексту с тем, чтобы придать ему некий читабельный вид. То есть, по сути дела, перевод, который мы с вами получаем, он получается механическим способом. Человеческий фактор там вообще почти исключен. Свидетели иеговы создали какую-то гениальную программу по переводу, о которой они в фильме про свою организацию очень много говорят. Но, тем не менее, это хорошо работает. То есть, они регулярно выпускают перевод Новомира на других языках. И, соответственно, при помощи всех этих хитроумных манипуляций они гарантируют, что лишних вопросов поступать не будет. Что люди, которые читают или переводят их в перевод Новомира, они примут все, что там написано за чистую монету и не увидят никаких проблем с тем, о чем там говорится. Однако интересно, что даже при таком положении дел все равно в национальных периодах возникают какие-то странные моменты. Мы еще с вами поговорим о нескольких моментах, в которых русский перевод Новомира отличается от английского перевода Новомира. Причем отличается настолько, что иногда это дает христианам очень хорошие аргументы в пользу того учения, которое мы с вами проповедуем. В пользу христианского учения. У свидетелей иеговы есть еще одно очень важное издание. Вообще есть несколько разных изданий перевода Новомира, но одно издание особенно важно. В 1969 году в свете иеговы издали издание христианских греческих писаний, то есть новозаветной части перевода Новомира с подстрочником, греческий текст с подстрочником на английском языке. Называется это подстрочник царства. Подстрочник царства. Если мы смотрим на страницу этого перевода, выглядит она таким образом. Страница поделена на две колонки. В этой узкой колонке идет перевод Новомира на английском языке. Здесь идут строчки греческого текста. И под каждым словом греческого текста есть перевод на английский язык. Греческий текст, который использован, это обычный христианский стандарт греческого текста, немножко устаревший. Сегодня мы используем более современный, как бы, редакцию греческого текста. Здесь использован текст о эскоте и хорта, который был составлен в конце 19 века. Но самая удивительная особенность этого перевода, что в некоторых местах, когда мы с вами сопоставляем буквальный перевод греческого слова на английский язык с тем, что написано в соседней колонке в переводе Новомира, эти два перевода не соответствуют друг другу. То есть английский перевод здесь и английский перевод здесь, они разные. К сожалению, это издание есть только на английском языке. И, увы, у нас нет возможности зачастую показать человеку, который английского языка не знает, что перевод Новомира он искажен. Но если вы встречаете святеля Иегова, который говорит по-английски или который готов, так сказать, отнестись к этому аргументу с пониманием и исследовать его дальше, вы можете просто показать им фотокопию этой страницы и просто физически наглядно показать, что перевод здесь отличается от перевода здесь. Это один из самых замечательных аргументов, говорящих о том, что перевод Новомира искажает текст Писания. В предисловии к переводу Новомира святели Иеговы говорят о тех преимуществах, которые они в своем переводе находят. Наиболее подробное изложение этих преимуществ можно найти в предисловии к специальному изданию перевода Новомира, который называется «Перевод Новомира с примечаниями». Такое толстенное издание, здоровенный талмуд в твердой обложке, в которой есть много-много всяких примечаний на каждой странице и в приложениях к тексту. И там они говорят о том, что в переводе Новомира есть настолько много замечательных особенностей, что это помогает нам текст Писания лучше. Перевод Новомира настолько верно придерживается языка оригинала, что при помощи этого перевода мы стали яснее понимать ряд библейских вопросов. Ну и дальше они описывают подробно. Они говорят, мы не предлагаем вам перефраз текста Писания, то есть мы не пересказываем его своими словами. Напротив, мы стремились сделать как можно более дословный перевод, где позволяет современный английский язык. Мы понимаем, что даже такой незначительный момент, как использование забитой, может изменить значение текста. Мы не прибегали к вольной трактовке текстов ради краткости, не использовали современные параллели в тех случаях, когда буквальный перевод оригинала вполне понятен. Единообразие переводом обеспечивали тем, что придавали одному главному слову какое-то одно значение и придерживались его на протяжении всего текста перевода. С особенным тщанием мы подошли к переводу еврейских и греческих глаголов, чтобы передать простоту, теплоту, яркость и силу оригинальных выражений. Благодаря этому мы избежали соблазна переводить текст так, как на наш взгляд должен был сказать или написать первоначальный автор. Таким образом мы старались не осовременивать перевод глаголов настолько, чтобы неузнаваемо изменить контекст. Все это совершенно замечательно. Беда в том, что на самом деле ничего из сказанного в действительности не соответствует. Все эти обещания автора перевода нового мира, они нарушили, причем нарушили неоднократно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok